В развитии бизнеса на территории района заинтересованы как сами предприниматели, так и власть. Ведь это дает увеличение налоговой базы, новые рабочие места и достойный заработок, что в целом положительно влияет на уровень жизни населения. На днях в районной администрации прошел совет малого и среднего предпринимательства при главе района, на котором обсуждались меры поддержки бизнеса. В Славянском районе работает 5700 субъектов малого и среднего бизнеса, 83% из них – индивидуальные предприниматели. Предпринимательство обеспечивает занятость 30% экономически активной части населения. Потому вопросы комфортного развития этой стороны экономики жизни района – важная тема повестки дня районной администрации. Сегодня, чтобы зарабатывать деньги в условиях жесткой конкуренции, надо владеть технологиями, финансовыми знаниями. Поэтому для этого мы и собрались, чтобы обсудить все эти вопросы. Этот круглый стол – одна из форм работы с предпринимателями, проводимой Управлением экономики Славянского района. На встречу были приглашены как представители бизнеса, так и организации и структуры, которые принимают участие в содействии предпринимательству. Одна из таких структур – торгово-промышленная палата, где представители бизнес-сообщества могут получить реальную поддержку в рамках государственной программы. Центр поддержки Пресландского торгово-промышленного плата уже действует 2002 года. Центр создан у нас с целью оказания на безвозмездной основе всесторонней информационно-консультационной помощи субъектов малого и среднего предпринимательства. Основное направление деятельности центра – это консультирование предпринимателей, в том числе и начинающих, по вопросам организации и ведения бизнеса. За прожидший год центр провел более 900 консультаций для 400 субъектов малого и среднего предпринимательства. Все они проходят по принципу одного окна. В планах центра оказывать консультации не только в городе, но и проводить выездные приёмы в поселениях в рамках так называемого «дня бизнеса», который рассчитывают организовывать раз в месяц. Многофункциональный центр не остаётся в стороне от общего дела помощи предпринимателям. В перечне услуг для бизнеса одна из самых востребованных – это помощь в регистрации на портале «Бизнес-навигатор» малого и среднего предпринимательства, который одинаково полезен и тем, кто только планирует создавать бизнес, и тем, кто является предпринимателем со стажем. С 2017 года у нас в МПЦ зарегистрировано около 300 человек. Для регистрации необходимо при себе только паспорт, ИНН и адрес электронной почты. Человеку приходит ссылка на электронную почту, по которой он проходит и может пользоваться полностью услугами портала. На заседании был приглашён руководитель Центра занятости населения Славянского района. Центр взаимодействует с учреждениями профессионального образования в вопросе подготовки именно тех кадров, которые требуются предпринимателям нашего района. А ещё курирует реализацию государственной программы самозанятости населения, благодаря которой люди, оставшиеся без работы, могут открыть свой бизнес. В нашем аграрном районе большую роль в экономике играют сельхозпредприятия. К малому бизнесу в этой отрасли относятся владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Государственная поддержка в виде субсидий и грандов в значительной степени помогает их развитию. Хороший пример – это хозяйство ферма настоящих продуктов, которая, благодаря грандам, значительно улучшила свою материально-техническую базу. Вы заявляетесь на какие-то субсидии? Полностью обеспечены ваши желания? С вашим заявками полностью обеспечены. Те, кто работает сегодня открыто, честно, тот реально может получить субсидии? Или есть сложности? На сегодняшний день мы никаких сложностей не испытывали, что в получении этого гранта у нас местная администрация, Минсельхоз, уведомили, что есть такая программа для кооперативов. Вы можете поучаствовать. В принципе, условия были нам хорошо разъяснены. Стоит отметить, что Управление сельского хозяйства оказывает большую поддержку земледельцам и в плане поиска путей реализации продукции посредством осуществления регистрации на агропортале, где оптовые покупатели со всей страны ищут поставщиков. Развивать аграрное направление в районе можно по-разному. Один из нестандартных подходов – агротуризм. Попытки его создать есть и в Славянском районе. Но, как всё новое, тема требует к себе особого внимания и государственной поддержки, отметила руководитель Центра туризма Славянский Надежда Постовая. Много вопросов возникло при обсуждении работы Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Несмотря на всю привлекательность предложений, кредиты здесь получить сложно, сетовали предприниматели. Начальник управления экономики Юлия Афанасьева отметила, что эта проблема сейчас находится на особом контроле губернатора Кубани, и в ближайшем будущем ситуация с микрофинансированием должна в корне измениться. На заседании круглого стола отрасль промышленности представляли предприятия «Белара» и «Славпром». Оба в прошлом году одними из первых в крае получили сертификат качества «Сделано на Кубани». Это звание даёт много преимуществ предприятиям, начиная от визуального выделения на полках магазинов до специальных предложений по линии микрофинансирования. Помощи есть, надо этими преференциями не бояться пользоваться, обращаться. Спасибо огромное за содействие. Встреча получилась интересной и полезной для всех её участников. Будем общаться, встречаться, искать новые пути развития малого и среднего бизнеса, стараться решать те вопросы, которые вы будете перед нами ставить. При необходимости выходить на краевой уровень, для того чтобы рассказывать о том, какие меры поддержки работают, какие интересны, какие нам хотелось бы улучшить, расширить. Для того и собираемся, для того и общаемся. Мне кажется, формат очень интересный. Спасибо, всем всего доброго.